Рыбалка с риском для жизни. Инспекторы ГИМС провели на водохранилище разъяснительный рейд. В Черногорске годовалый ребенок выпал из окна 4 этажа. Трагедия произошла в субботу. Девочка в тяжелом состоянии в реанимации. По информации следственного комитета, женщина с двумя детьми находилась в гостях. Вечернее время мать отлучилась из дома, оставив детей под присмотром подруги. Та же не озаботилась их безопасностью и легла спать. Девочка подвинула к окну стул, забралась на него на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. Падение ребенка заметили соседи, они и вызвали скорую помощь. По данному факту следователи проводят проверку. В Хакайсе уже не осталось безопасных мест для зимней рыбалки. МЧС предупреждает, лед насыщен водой и очень хрупкий. Однако желающих рискнуть жизнью меньше не становится. На Красноярском водохранилище даже пришлось выставить посты. Вместе со специалистами МЧС в патрулировании акватории приняла участие и наша съемочная группа. Рассказывает Юлия Константинова. Посты на Красноярском водохранилище в Волчьем лагу и на Усть-Ербе. Сюда съезжаются заядлые рыбаки со всей Хакайсе. Вот и сегодня больше 300 человек. Несмотря на то, что лед очень хрупкий. Сергей Иванов, местный житель, рассказывает, ловлю только себе на уху. Иногда с риском для жизни. Вертолёд рос и мало. Лет пять назад. Потушку калу нас относило. 22 человека. Всё. Последний день сегодня. По толстому льду. Не всё на этом. Слишком опасно. Видно даже по цвету. Синий или зеленоватый оттенок льда говорит о его прочности. А вот матовый, белый или желтоватый, как сейчас, это сигнал ненадёжен. И лёд уже начал дышать, то есть стал игольчатым. Тут даже не важна толщина. Она может быть даже до метра. Нет единого монолита, а значит рассыпаться он может в любую минуту. Достаточно сильного порыва ветра, чтобы пошла волна, способная разбить ледовое поле. На днях это уже произошло. В районе посёлка Абаканоперевоз сотрудники МЧС сняли с оторвавшейся льдины двух горей рыбаков. Искали больше часа. Повезло. Оба живые. Старая поговорка есть. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Это не в том плане, что мы их бросили, а что люди сами должны заботиться о своей жизни, о сохранности своей жизни, о своём здоровье. Прежде всего сами. Любителям зимней рыбалки не мешает об этом задуматься в преддверии длительных выходных. К тому же погоду на майские праздники синоптики обещают неустойчивую, ветреную, с небольшими дождями. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 2 стиха, 7. В Саиногорске вандалы повредили памятник воинам Великой Отечественной войны. Сегодня их личности устанавливает полиция. Информацию о данном факте первыми озвучили журналисты. Одно из информационных агентств города выложило фотографии повреждённого монумента. Изначально выдвигалась версия, что памятник был обстрелян, но она не подтвердилась. Пока точно неизвестны и когда был совершён акт вандализма. Одни источники утверждают, что всё произошло на прошлой неделе, другие уверены, что таким памятник стоит ещё с августа прошлого года. Проверка продолжается. Сейчас главная задача правоохранителей – найти свидетелей произошедшего. Напомним, мемориал в Парке Победы города Металлургов появился около 40 лет назад. Ежегодно почтить память павших к нему приезжают десятки ветеранов. Во время войны за осквернение памятника было очень строго. Головы снимали за это дело. Это очень строго было. Это предательством считалось. А по-другому нельзя было оценить. У тебя же человеческая память. Человек погибал, храбро кидался на доты, а мы теперь разрушаем. Ордена грамоты и благодарности за заслуги в труде получили сегодня лучшие работники разных организаций республики. Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин провел торжественный прием в преддверии 1 мая. Все подробности в материале Константина Кравцова. В жизни Чебана и Ширинского района Федора Богданова – это первая награда. Орден заслуженного работника сельского хозяйства из рук главы Хакасии. Кажется, Федор на вопрос, за какие дела, смущен. Говорит, просто делал свою работу. Тем не менее, сегодня глава республики отмечал только выдающихся в своем деле. Дворники, доярки, металлурги, энергетики, кочегары и фельдшеры. В драмтеатре собрались десятки представителей рабочих профессий. Виктор Зимин отметил большие достижения Хакасии в масштабах страны. За прошлый год по росту экономики и социальной сферы республика на 12 месте из 83 регионов. Благодарю вас за труд. Такие результаты возможны только тогда, когда эффективно работают трудовые коллективы и чиновники. В нашей республике появилась возможность для открытия новых предприятий, производств, для создания новых рабочих мест. И уже есть первые результаты. Только в одном Черногорске за последний год открыто несколько современных предприятий. Виктор Зимин также подчеркнул, что сегодня Хакасия остро нуждается в молодых специалистах. Это на фоне растущего производства. Чтобы заманить молодежь в профессию, власти намерены создавать программы поддержки. Например, уже с июля будут выдавать нуждающимся бесплатные земельные участки. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. И сегодня же Виктор Зимин вручил юным картингистам новые спортивные автомобили. Этого подарка гонщики ждали 30 лет. В Абакан за картами приехали представители шести муниципальных образований Абакасии. Ширинского, Баградского, Устебаканского, Алтайского районов, Черногорска и Абакана. В этих территориях секции по картингу существуют уже многие десятилетия. Сегодня их посещает около 170 школьников. В основном юноши. За годы работы спортклубов условия тренировок практически не изменились. Техника старая, ее приходится постоянно ремонтировать. Теперь автопарк «Карта» в Хакасии пополнился 12-ю современными малолитражными машинами. По две отправились в каждый из шести районов. Но предварительно ребята продемонстрировали навыки вождения на площади у здания правительства. Уважаемые руководители клубов, теперь у вас есть возможности, чтобы приобщать к этому захватывающему виду спорта еще больше девчонок и мальчишек. И добиваться высоких результатов на соревнованиях, принося славу родной Хакасии. И колеса, резина совсем другая, диски алюминиевые. Потом что взять? Вот защита хорошая. У наших там нет защиты. И поэтому при столкновении часто ломаются рулевые тяги. Тут уже это будет защищено. Тормоза, я гляжу, очень неплохие. Поэтому, ну и двигатель, конечно, хондовский. Это не сравнение с нашими. Саиногорский поселок Айдай впервые получит полноценное электроснабжение. Саянские электрические сети филиала МРСК «Сибирь Хакас Энерго» ведут здесь масштабную работу по электрификации. Установить тысячу электроопор и протянуть более 40 километров проводов. Все эти работы энергетики намерены завершить в этом году. С уверенностью можно сказать, что жители Айдая дождались светлого будущего. Старые столбы, установленные 20-30 лет назад, сегодня заменяются на полноценные бетонные электроопоры. Кроме того, согласно проекту, здесь будут установлены шесть подстанций. Из них четыре уже в работе, две монтируются. Энергетики заверяют, о проблемах, связанных со старыми электросетями, люди больше не вспомнят. Напряжение, да, не соответствовало качеству в связи с тем, что были тонкие провода, скрутки на проводах, линии построены самовольно. При сильных ветрах, то есть были и падения опор, и схлесты проводов. В связи с длинными линиями были очень большие потери. То есть как бы доходили потери до 40-50 процентов. Кроме основной реконструкции сетей, завершается и подготовка к грозовому сезону. Чтобы не было технологических нарушений, весной проводится полная ревизия оборудования. На наших линиях проводим ревизию развядников, трубчатых, вентильных. Ставим новые развядники, называются ограничители перенапряжения. Когда работает нормальная грозозащита, линии развядники гасят волну перенапряжения, при этом отключается линия и тут же автоматически повторно включается, что не приводит к выводу строя оборудования. Полная стоимость проекта около 30 миллионов рублей. Хакасэнерго направляет средства на его реализацию в рамках сразу нескольких программ. Сегодня Айдай – это около 3000 частных участков. Сейчас, когда окрестности города активно застраиваются, решение о полной замене существующих старых сетей и строительству новых линий пришлось как нельзя кстати. ЖКХ «Наши права и возможности» брошюру под таким названием сегодня презентовало региональное отделение «Единой России». В ней доступным языком разъясняются законодательные акты, положения, постановления, касающиеся коммунальной сферы. Как правильно составить претензию? Сколько дней отводится управляющая компания на ответ по запросу потребителя? В каком виде и на какой срок человек может получить рассрочку по оплате услуг ЖКХ? Эти и многие другие вопросы, а также ответы на них можно найти в новом справочнике. Он посвящен последним распоряжениям федерального и республиканского правительств, которые определяют отношения собственников жилья и коммунальных служб. Кроме того, в брошюре есть бланки заявлений, претензий и жалоб. Их можно просто вырвать и заполнив отослать адресату. Представители «Единой России» считают, что такой справочник необходим каждому, поэтому его можно получить бесплатно в окружных отделениях партии и в приемной Дмитрия Медведева. Пока тираж не велик, лишь 7 тысяч экземпляров, но если он окажется востребованным, тираж увеличат. Основная цель издания – убедить людей в том, что именно собственники являются ответственными за свои отношения с коммунальщиками. Пока мы с вами вместе не доведем информацию до каждого собственной квартиры, что все это его лично прямая ответственность ухаживает за своим жильем, пусть в коллективном, понятно, режиме. Ничего все эти конторы, контролирующие органы не смогут сделать. Самое главное возложено на самого человека, владельца квартиры. И вот для того и в этом духе подробно расписана вот эта книга, и мы очень просим вас именно эту самую главную мысль довести. Причина большинства конфликтов с коммунальщиками – счета за услуги, в том числе и за отопление. Заметим, с сегодняшнего дня эта статья расходов ненадолго отпадет. В Абакане официально закончен отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Николай Булакин. Подачу тепла в квартиры прекращают согласно действующим правилам, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 8 градусов Цельсия и сохраняется не менее пяти дней подряд. В выходные погода была по-настоящему летняя, днем синоптики зафиксировали 22 градуса тепла. С приходом тепла выросло и число лесных пожаров. Восемь раз за минувшие выходные лесники Хакассии выезжали на тушение огня. А всего с начала пожароопасного сезона в республике лес горел 20 раз. Пожары возникают из-за костров и палов травы. Риск возрастает в выходные. Госкомлес напоминает, что запрещено разводить костры вблизи молодых насаждений и под кронами деревьев. Кроме того, костер нужно окопать вокруг и на полметра убрать от огня то, что может легко загореться. Уходя, костер нужно тщательно гасить. Виновникам лесных пожаров грозит уголовная ответственность и наказание в виде штрафа от 50 тысяч рублей, а также лишения свободы до 4 лет. Проверка водой и грязью, причем на скорости. В эти выходные в Абакане прошли соревнования по джип-триалу «Старица-2013». Более 40 экипажей из Красноярска, Минусинска, Тувы и Хакассии доказывали, что для их машин не нужны дороги. В первый день трассу покоряли Нивы и УАЗы. Напряжение выросло же ко второму дню. На старт вышли наиболее подготовленные внедорожники и самый заряженный класс ТР-2 и ТР-3. Трассу готовили несколько дней, но даже организаторы не ожидали таких сюрпризов от природы. Вода на Абаканской протоке на второй день соревнований стала быстро подниматься. В нескольких местах машины уходили под воду по капот и выше. Участники буквально выплывали из своих внедорожников. Люди выдерживали, не выдерживала техника. Уже на первом круге треть участников сходили с трассы. Одни застревали в грязи, другие глохли в воде. Продолжение следует... Все, машина под водой замкнула где-то там внутри, залила что-то. Она все у нас чик-чик-чик-чик, заработала, забавала и замкнула. А у нас здесь, получается, сам не выехал, сразу сняли. Дай бог, чтобы так было каждый год. На следующий год мы подготовим, под водой будем ходить. К этому часу у меня все. Смотрите новости и на нашем сайте. Не пропустите главного. Увидимся.